Здравствуйте, ребята! Я рад вас здесь видеть. Давайте определимся, какие у нас классы здесь. Ниже восьмого нету? Седьмого. Ну, будем вас вундеркинды, давайте зачтем. Хорошо. Значит, давайте, о чем я хотел вам сегодня рассказать. Вот приближается 1911 год, мы, может быть, заранее начали, но вот в 1911 году было открыто замечательное явление, явление, которое называется явлением сверхпроводимости. Вот здесь вы видите опыт, то есть это не монтаж, действительно этот кубик летает над магнитом, и это называется гроб Магомета, эксперимент. Вот действительно можно заставить летать, левитировать кусок металла над магнитом при определенном профиле магнитного поля, ну и, как вы сразу можете догадаться, это магнитная подушка, на ней могут двигаться с огромной скоростью поезда и так далее. Но это вот даже уже сегодня существуют такие экспериментальные поезда, но, в общем, дело это, тем не менее, завтра, завтрашнего дня. Давайте начнем сначала, а именно, 1911 год, начало 20 века. Квантовой механики еще нету, она только создается. Как живут электроны в металлах, мы точно не знаем. Мы не знаем, по каким законам живут электроны. Поэтому даже как металлы проводят ток, это не очень понятно. И ученые спорят. Одни верят, что сопротивление металла связано с примесями. Поэтому если металл грязный, то у него есть сопротивление. А если чистый, то нету. То есть сопротивление должно обратиться в ноль при абсолютном нуле температур, когда движение замирает, атомов, скажем. Другие думают, что сопротивление имеется даже при абсолютном нуле температур. Это физическая проблема. Но как добраться до абсолютного нуля температур? В Голландии был замечательный инженер и физик, которого звали Хайке Камерлинг Онес. Вот вы видите его фотографию. И он, это тот человек, который придумал каскадный метод сжижения газов. Он говорит, ну давайте возьмем, вы знаете, что можно ли воду заставить замерзнуть откачкой? Можно. То есть вы берете, заставить замерзнуть воду, но вы берете воду в замкнутом объеме, начинаете откачивать, быстрые молекулы вы забираете, температура понижается, и вы, продолжая откачивать, можете довести воду до отвердевания, перевести в твердую фазу. Так можно поступать и с газами, потому что газы можно сделать жидкостями. И так, подбирая газы, чтобы у них температура кипения была ниже или выше, чем вы откачкой добьетесь у предыдущего, это каскадный метод. Вот последний газ, который сдался, это был гелий. И температура его кипения 4,2 градуса Кельвина. Знаете, что такое градусы Кельвина? Ну это абсолютная температура, помните, да? ПВ есть РТ, где Т это есть 273,16, плюс температура Цельсия. Так вот это абсолютная температура. И вот тогда еще не было такого разделения, как сегодня. Вот есть инженеры, да и физики друг друга мало понимают. То есть имеется такая специализация. Вот я специалист по физике твердого тела. Вот свою сверхпроводимость я понимаю. Но понимаю еще немножко в теории металлов. Но может быть в полупроводниках, хотя уже гораздо хуже. А уж про физику высоких энергий я знаю примерно как эрудированный студент. Вот на чем я как-то остановился в университете. Там так оно и осталось. Это сегодня. А вот такие люди, как Ландау, как Френкель, это были еще универсалы, которые понимали и там, и там. И вот в начале века Камерлинг Онес, он понимал не только, он был прекрасным инженером, но он участвовал в дискуссиях, как же ведет себя сопротивление чистого металла. То есть вот если очищать металл, то при Т равном нулю будет его сопротивление нулем, он говорил, что будет. И вот он решил тут же, получив этот гелий, посмотреть, что из этого получится. Он начал с золота, с платины, с меди. Но слава богу, с этим у него не очень хорошо получалось очищать. То есть эти металлы у него все равно были примесные. С большим количеством примесных. Тогда он решил, попробую сейчас поймете, почему я так говорю. Тогда он решил работать с ртутью, потому что ртуть жидкий металл, и ее достаточно легко чистить. Он делал тоненькие-тоненькие проволочки ртути и понижал их температуру. И вдруг он обнаружил, что когда он помещает эти ртутные проволочки, они уже, как вы понимаете, давно твердые, правда? Ртуть замерзает при минус 39 градусах Цельсия. И он вдруг заметил, что сопротивление у него обратилось в ноль. Как он и хотел. Тогда он сделал доклад, он собрал голландское королевское общество и сделал доклад о том, что он был прав, что в чистых металлах сопротивление действительно обращается в ноль. Про это написано в книжке, но не все знают, что докладов было в действительности два. Сначала он сообщил о том, что сопротивление обращается в ноль, а второй раз он собрал публику и сообщил о том, что оно обращается в ноль, но не так, как это должно было бы следовать из существующих представлений. Что из существующих представлений в ноль оно должно было обращаться линейно, а у него это происходит скачком. И вот смотрите, вот так вот должно вести себя сопротивление металла с примесями, если бы не обращалось в ноль. То есть это рассеяние на примесях, которое существует до нуля. А вот так вот оно происходит на самом деле у ртути. Он понял, что он открыл новое явление. Ну вы представляете себе, у вас появляется вещество, которое передает ток без сопротивления, нет рассеяния. Казалось бы, это огромные перспективы. Но первое, вы знаете, сколько мы теряем, вот когда вы платите, ваши родители платят за электроэнергию? Сколько, какая часть вот этого счета уходит на то, чтобы разогревать окружающую среду? Кто-нибудь представляет себе? Ну 30. То есть если вы из Сибири гоните сюда энергию, то 50. В конечном счете правят, что все они, что это не так же. В конечном счете правят, тогда 100, а не 50. Но, а, вся вы сказали, мне показалось 50. В конечном счете вы, конечно, правы. Но что идет нам на пользу на нагревание, а что на нагревание окружающей среды, что просто вредно. И тут можно было бы, имея такие сверхпроводящие провода, можно было бы передавать энергию на расстояние. Это номер один. Номер два. На Красноярской ГЭС добывается электроэнергия 24 часа в сутки. Правильно? А заводы работают не 24 часа в сутки. Куда девать энергию? Перебрасывать в Европу? Греем окружающую среду. Поставьте кольцо вот такой толщины, 2 километра в диаметре, и загоняйте туда энергию крутиться. Если она крутится бесплатно, не рассеиваясь, то вы просто ее консервируете, а когда нужно, добываете. Магниты. Максимальный магнит, который существовал, скажем, в 20-е годы, на металлической проволоке, он создавал всего лишь 5 Тесла. А когда попробовали сделать магнит на 25% больше, то стоило миллионы золотых франков. Капица придумал, как это заменить без ферромагнитного сердечника. Но все равно ему удалось создать в импульсном режиме 10 Тесла. В импульсном режиме. А сегодня с сверхпроводящими магнитами мы можем создавать в постоянном режиме 30 Тесла. То есть мы можем фактически менять свойства вещества с такими сильными магнитными полями. Ну и казалось, что действительно огромное количество применений, это я перечислил только несколько, даже не могли люди понять. Я вам потом еще расскажу о других применениях, которые тогда и представить себе было нельзя. Но тот же Камерлинг Онес, он в 1913 году получил за это явление Нобелевскую премию, а далее он заметил всякие неприятные вещи. А именно, он обнаружил, что вот вам переход, вот как ведет себя сопротивление нормальных металлов, все-таки оно уходит всегда, оно не ноль, и в конечном счете определяется Россия именно на примесях. То есть когда у вас электрон движется в металле при достаточно высоких температурах, у вас, во-первых, болтаются атомы решетки, правильно? И может быть вы думаете, что растение происходит на атомах. Это неправда. Оно происходит на колебаниях. То есть на том, что атом находится не в том месте, где ему положено, а отклоняется. Вот этого электрон не может знать. Потому что если бы все было регулярно, и не было бы тепловых колебаний, то электрон может построить свое поведение квантово-механически так, чтобы обходить все препятствия. Но если начинают они тепловым образом колебаться, то он рассеивается. Или если вы подмените один родной атом на примес, то он тоже этого знать не может, рассеется. Так вот, при абсолютном нуле температур колебаний решетки уже нету, на которых рассеются только нулевые колебания, так называемые. Но примеси есть, и они как раз определяют остаточную величину сопротивления. Так вот, для некоторых металлов оказывается, вот для ртути пока, он обнаружил, что все-таки сопротивление обращается в ноль и раньше. Вот, а вот это его лаборатория, где он поставил эксперименты. Это вот схема сложная его образца, его устройство, в котором он мерил сопротивление. Замечательно, значит, что он дальше обнаружил? Он обнаружил неприятные теперь свойства, а именно, если он приложит магнитное поле, посмотрите, вот это сопротивление ртути без, нет, это свинец, без магнитного поля, а вот в магнитном поле, причем совсем небольшом, и вы видите, что, к сожалению, температура перехода сдвигается. То есть магнитное поле убивает сверхпроводимость. Подождите, а зачем нам нужна сверхпроводимость? Ну, вы скажете, ну давайте не будем прикладывать магнитное поле, давайте будем только токи пускать. Есть возражения? Какие? Пожалуйста. Да. Что-что? Правильно. То есть, когда идет ток, то он создает магнитное поле, поэтому не удастся, не будем прикладывать внешнее магнитное поле, но когда пошел ток, он создает магнитное поле, и это магнитное поле снова-таки губит сверхпроводимость. И это обнаружил Камерлинг-Онес, что либо внешнее магнитное поле, либо протекающий ток губит сверхпроводимость. Поэтому получается, собака, которая кусает себя за хвост, нам сверхпроводимость нужна не для того, чтобы явление записать такое, а чтобы токи пускать, а токи убивают сверхпроводимость. И тут решили, ну может быть просто свинец, ртуть, причем магнитные поля совсем незначительные, там 0,05 Теслы, 0,08 Теслы, понимаете? То есть совсем маленькие поля. Ну конечно, они больше, чем земное поле, но тем не менее очень маленькие. Что же делать? Вот видите, как ток убивает тоже. Вот нулевой ток такой переход, а вы увеличиваете ток, и переход портится, портится, и переход, то есть возвращается в резистивное состояние образец. И если мы будем изучать, как зависит, вот есть температура перехода, это ТЦ, она так называемая, вот для свинца она там 7 с чем-то градусов, для ртути 4,15, это называется критическая температура, ТЦ. Так вот видно, что если прикладываю магнитное поле, то у меня сверхпроводимость имеется только в слабых полях, в сильных нормальное состояние. И вот уже поле, вот так называемое критическое поле, которое для ртути там 430, для свинца 807, по-моему, полностью уничтожает явление сверхпроводимости, даже при абсолютном нуле температур. Поняли? Хорошо. Ну так кто же? Вот стали изучать, естественно, все бросились на это дело. Кто мог? У кого гелий был? Было всего несколько лабораторий в мире, тогда была только одна лаборатория, потом постепенно научились, но даже перед войной было всего десяток таких лабораторий. Две в России, в Советском Союзе. Так вот, оказалось, что из всей таблицы Менделеева, вот только из элементов, я говорю, то есть не сплавы, а пока элементы, вот проводили не слишком хорошие, сверхпроводили не слишком хорошие проводники. Вот посмотрите, пожалуйста. Это там какой-нибудь Тантал, Хафний, Лантан, Титан, Ниобий, и мы видим, что, вот посмотрите, в этой таблице у меня написаны критические температуры и критические магнитные поля в миллитеслах. И вы видите, что все не впечатляет. То есть температуры, вот наверху, 39 сотых кельвина, 5,38 для ванадия, цинк 0,875. То есть какие-то все мы болтаемся около абсолютного нуля. Очень низкие температуры. То есть заведомо везде нужен гелий. Потому что после гелия следующий, это водород, который кипит там при 20 градусах, грубо говоря, кельвина. Но до водорода мы не добираемся. То есть пока гелий, а гелий стоит очень много. Его мало на земле и стоит очень много. Поэтому говорить о практических применениях сверхправодимости не приходилось. Но кроме практических, интересно было понять, а как это возможно. Об этом даже речи не было. Никакого понимания не было. Я говорю про 20-е годы, 10-е и 20-е годы. Так, ну вот посмотрите. Тем не менее, Ниобий оказался хорошим элементом. У него критическая температура была 9 кельвинов, а критическое поле это 2000 гаусс, то есть 0,2 тесла. То есть он был лучше, что было из чистых веществ. Вот затем, то есть мы заметили, что металлы с высокой проводимостью не сверхпроводят. И наконец, что магнитные элементы, хром, марганец, железо, кобальт, никель не сверхпроводили. И не сверхпроводили очень долго. То есть было понятно, что почему-то феромагнетизм и сверхпроводимость не любят друг друга. Тем не менее, совсем недавно выяснилось, что железо можно заставить сверхпроводить. Если придавить его на 20 гигапаскалей, сколько одна атмосфера, кто помнит, в паскалях? 10 в пятой. А 20 гигапаскалей это сколько будет? 2 на 10 в десятой. А там 10 в пятой. Значит, 2 на 10 в пятой. То есть 200 тысяч атмосфер. Вот при таком давлении вы вдавливаете уже, вы меняете зонную структуру, что-то делаете с железом такое, что его магнитные свойства уже не мешают сверхпроводящим. Хорошо, пошли дальше. Ну и куда дошли? Вот посмотрите, здесь я вам показываю рост критической температуры как функцию от года. То есть куда добрались? И вот вы видите, что до 73 года, на самом деле до 86, все, что удалось сделать, добрались до 23 градусов. Как? Я же сказал, что необий. А вот посмотрите, ртуть, свинец, необий. А тут уже необий N. Тут уже необий 3 станум, необий 3 германий. Почему? Потому что люди поняли одну вещь. Всегда казалось бы, если мы хотим что-нибудь хорошее сделать с явлением, то надо сделать что-нибудь почище, правда? То есть если у нас вот какая-то примесная металл, давайте его почистим, чтобы узнать его истинные свойства. А вот со сверхпроводниками оказалось все наоборот. То есть начали со сверхчистых, получили, что есть такое явление, а чтобы улучшить это явление, чтобы критические параметры получить получше, чтобы применять, надо было его пачкать. Поэтому люди поняли и стали исследовать соединения. необий азот, необий 3 станум, и тут ТЦ пошло вверх. Но это уже не чистые металлы, это уже сплавы. Пошли дальше. Следующее серьезное событие в мире сверхпроводимости произошло в 1933 году. А именно в Мюнхене Вальтер Майснер вместе с Оксенфельдом, его фотографию я не нашел. Кстати, насчет Камерлинг-Онеса. Все знают, Нобелевскую премию человек получил. А никто никогда... Я сам прочитал, вот готовясь к вашей лекции, я полез во всякие исторические, в исторические книжки, и обнаружил, что было еще 3 человека, которые работали в лаборатории, и явление нашли, нашел один из них, но даже фамилии его не было известно. Но тогда это было нормально. Так вот, во всяком случае, Оксенфельда фотографию я в интернете не нашел, а это вот в лаборатории технологического университета в Мюнхене. Что же он обнаружил? Он обнаружил совершенно замечательное свойство, что когда у него есть образец сверхпроводящий, и он его помещает в магнитное поле, не очень сильное, то магнитное поле внутрь его не проникает. То есть сверхпроводник является не только идеальным проводником, но еще и идеальным диамагнетиком. Он полностью выталкивает из себя магнитное поле. Девушке, которая из 7 класса, понятно, чего я рассказываю, или я говорю о непонятных вещах? Молчание было ему ответом. Ладно, пошли дальше. Итак, мы обнаружили уже две характерные черты сверхпроводников. Первое, что они проводят без сопротивления. Второе, что сверхпроводящий образец при определенных условиях полностью выталкивает из себя магнитное поле. Ни то, ни другое понять было нельзя. В существующих теориях понять этого было нельзя. Хотя к 30-му году уже была создана квантовая механика. И мы понимали, как живут частицы. Ну, еще не до конца, но начали понимать, как живут частицы в металлах, то есть электроны, то есть большие ансамбли квантовых частиц маленьких. Очень хорошо. В результате, вот именно благодаря тому, что вот у вас здесь есть магнит, есть магнитное поле, если вы создадите профиль магнитного поля таким, чтобы оно возрастало сюда, а тут была ямка, то если вы сюда помещаете сверхпроводник, который выталкивает из себя магнитное поле, он все время сваливается в эту ямку, и он будет летать. То есть он идеальный диамагнетик, он отталкивается от магнита и летает. Ну, пока это игрушки, но, тем не менее, вы уже можете на каких-нибудь выставках увидеть, знаете, детские такие поезда, которые ездят на магнитной подушке без трения. А в Японии уже в 2005 году, да и раньше, делали действующую модель поезда, которая перевозит людей из одного павильона выставки в другой на сверхпроводящие подушки. Вот. Замечательно. Ну вот, какие же теории были? Вот зрело. В 1935 году братья Фритц и Хайнс Лондон, снова-таки брата Хайнса я не нашел, а есть только брат Фритц, они написали некоторую странную теорию, первую теорию, описывающую некоторые свойства сверхпроводников. Что это была за теория? Они предполагали, так называемая двухжидкостная модель. Они предположили, что есть электроны, которые взаимодействуют с примесями, и тогда все происходит как в обычном металле. А есть электроны, которые по каким-то причинам с решеткой не взаимодействуют. Приложили электрическое поле, они ускоряются. Они просто ускоряются. Вот вы видите, что производная тока по времени есть электрическое поле. То есть ток нарастает просто со временем. Почему? Потому что частицы все быстрее и быстрее летят. Вот для этих сверхтекучих электронов. Но не было никаких объяснений. Нельзя было понять, почему вдруг возникают такие электроны. Теория была наивная. Но вот они написали уравнения свои. Этой теории я вам пишу не для того, чтобы вы поняли эти уравнения, а для красоты рассматривайте это как графический ряд. Так вот были написаны уравнения. Важно, что они сумели, предположив, что имеются электроны двух сортов, и что концентрация вот этих электронов сверхпроводящих растет от нуля в точке перехода, а при абсолютном нуле все такими становятся, они сумели объяснить такое явление, как эффект Майснера. То есть они показали, что если вот так вот электроны живут такой жизнью, то они выталкивают магнитное поле. И даже вычислили, на какой глубине. То есть совсем немножко, вот эта глубина дельта, магнитное поле полностью выталкивается. А как выталкивается? Да очень просто, физика простая. Смотрите, если у вас имеются электроны, которые двигаются без сопротивления, то что вам стоит? Вот у вас есть цилиндр, есть внешнее магнитное поле. В металле оно должно было проникнуть, правильно? А я делаю следующее. Я запускаю по своему цилиндру круговые токи, и мне это ничего не стоит. Эти круговые токи очень быстро создают магнитное поле, которое полностью компенсирует мне внешнее. Вот вам и эффект Майснера. Понятно? Вы скажете, а зачем они это делают? Я вам отвечу. Представьте себе, что у вас есть вещество, в котором нет сопротивления. Вы закон Фарадея электромагнитной индукции знаете? Кто знает закон Фарадея? Знаете. Еще кто-нибудь знает закон Фарадея? Ну, знаете, правда? Что он нам говорит? Он нам говорит, что ЭДС есть минус ДФ по ДТ, где Ф, это есть магнитный поток. У вас не было магнитного потока, а теперь вы его включили. Сверхпроводник жил без магнитного поля? Спокойно жил. Вы приложили магнитное поле. Поток изменился во времени? ЭДС возникло, а сопротивление ноль ток какой будет? Бесконечный. Потому что ток есть, ЭДС деленное на сопротивление. Если сопротивление ноль, ток бесконечный. Ток бесконечный разрушит сверхпроводимость. Она этого не хочет. Образец не хочет. Он хочет жить, как ему так хорошо живется. Ему гораздо дешевле по себе запустить вот такой ток, который скомпенсирует внешнее поле и не позволит ему проникнуть внутрь и изменить поток. Понятно? То есть он защищается таким образом сверхпроводник. Он говорит, но если вы включите уже очень сильное поле, он не может больше защищаться. Понятно? То есть физика понятна, а только мы не понимаем одного, как устроить бесплатные токи. Как устроить токи без сопротивления. Не понимаем. 1937 год. Капица обнаруживает в жидком гелии при температуре 2,18, но хитрыми экспериментами, он обнаруживает некоторое явление, которое чем-то напоминает сверхпроводимость. А именно он обнаруживает явление сверхтекучести. То есть у него оказывается, что жидкий гелий ниже точки 2,18, жидкий гелий начинает протекать через сколь угодно тонкие капилляры без всякой вязкости. А электроны текут тоже без вязкости, потому что сопротивление вы можете рассмотреть тоже как некую вязкость. Правильно? Поэтому похоже, что это то же самое, но не то же самое. Почему не то же самое? Потому что атомы гелия являются бозонами. Вы знаете такие слова? Бозоны и фермионы. Нет? Кто-то знает, а кто-то не знает. Я напомню. Так вот, у частицы бывает заряд, бывает масса, а бывает такое число квантовое, которое называется спин. Вы, конечно, можете сказать, что электрон крутится, и у него есть такой магнитный момент, который называется спином. Вот это будет неправда, он не крутится. Это есть врожденное свойство, вот масса врожденное свойство, вот и спин врожденное свойство. Вот спин бывает половинка, а бывает единичка. В зависимости от этого частицы живут совершенно по-разному. Фермионы, это частицы с полуцелым спином, одна вторая, три вторых, пять вторых, они индивидуалисты. А бозоны коллективисты, когда ноль, единица, двойка, пять. Вот представьте себе, что вы входите, вот люди, они кто? Фермионы или бозоны, как вы считаете? Кто как? Ну хорошо, на конечной остановке вы заходите в... Значит, это зависит от взаимодействия, я бы сказал. Представьте себе, что мы все незнакомы. Вот я вхожу в троллейбус на конечной остановке, сажусь. Вот вы входите. Вы со мной рядом сядете? Ну, если будут пустые, не становятся вряд ли. Вот, правильно. Значит, вы сядете на совсем другое сидение, правильно? И так будет до тех пор, пока мы не исчерпаем все пустые скамейки, правильно? А потом только начнем подсаживаться. Согласны? Если на то нет специальных каких-то соображений. Либо знакомого встретил, либо девушка симпатичная. Ну, в общем. Так вот, это поведение фермионов. Они ведут себя точно так же. Они не любят быть в одном и том же состоянии. Им это запрещено квантовой механикой. А бозоны наоборот. Вот здесь, когда я нажимаю кнопку, вот лазер, это благодаря бозонам, так сказать, то есть благодаря свойствам бозонов, потому что фотоны являются бозонами. И вот мы их заставляем прыгать всех вместе из одного состояния в другой, потому что они любят делать за компанию все, понимаете? То есть нам достаточно их посадить всех в одинаковое состояние, предоставить, куда прыгнуть, и они нам создают такой замечательный зеленый луч или красный. Вот афермион, и вот, понимаете, у бозонов совершенно другие свойства по сравнению с электронами. в частности, живут они так, при достаточно высоких температурах они образуют газ, а при некоторой конкретной низкой температуре, относительно низкой температуре, они вдруг все садятся, ну не все, а один за одним понижаете температуру, в конце концов, при абсолютном нуле все садятся в единое основное состояние. У него там нулевая энергия, им живется хорошо, и они этого состояния менять не хотят. То есть для того, чтобы они из него ушли, вам надо их заплатить им. Так вот, Ландау через несколько лет объяснил явление сверхтекучести именно так. Он сказал, что гелий-4, что такое гелий-4? Это два протона и два нейтрона. У протона фермионы, значит у меня два спина смотрят там вверх-вниз у протонов, и у нейтронов вверх-вниз. В результате полный спин-0. То есть это бозоны, электроны снова-таки у них два электрона вверх-вниз, значит, атом гелия-4 имеет спин-0. Значит, это бозоны. И вот они сначала живут как газ, потом их даже сжижили, получилась жидкость, нам от этого ничего не происходит, но при температуре в 2,18 градуса они начинают накапливаться в основном квантовом состоянии. И там им хорошо, и они начинают протекать, потому что что такое трение, что такое вязкость? Надо изменить состояние, правильно? Нужно передать свою энергию какой-то там примеси или стенки сосуда, а если им хорошо, если это отделено щелью некоторой энергетической, то они этого не делают доопределенно. Вот когда вы их разгоните сильно, так что уже кинетическая энергия, они могут это сделать, поэтому явление сверхтекущей тоже боялось тока. Только какого тока? Больших скоростей просто, понимаете? То есть движение по капилляру до 63 метров в секунду можно было разгонять. То есть все очень похоже. А что не похоже? Беда в том, что из электрона вы никак не можете сделать бозон. Вы скажете, подождите, а почему нельзя сделать? Ну потому что кулон есть, два электрона друг друга не любят. Помимо того, что они не любят быть в одном состоянии с двумя спинами, вы скажете, ну давайте повернемся, хорошо, тогда все будет в порядке, тогда отталкивания квантового не будет. Вы скажете, а как быть с зарядами? Они же заряженные частицы. Они не хотят вместе быть. Я вам скажу, ребят, но они же не в вакууме, в металле, там же все-таки еще ионов много и других электронов, мешанина, в среднем все электронейтрально. Вы мне скажете, оно конечно не электронейтрально, но на каких расстояниях много больших атомных, правильно? А на атомных все чувствуется. Поэтому там, конечно, есть кулоновское взаимодействие, хоть и экранированное, но все равно, хоть убейте, но оно отталкивательное. Поэтому на 40-й год ничего сделать не удалось. Не получилось. Пока нельзя было придумать, как, то есть, привлекательная идея, что заставить электроны спариваться в парочки и стать бозонами и сконденсироваться, но пока ничего из этого не получается. В 1937 году Ландау придумал так называемую теорию фазовых переходов второго рода. То есть, какие это явления? Ну, у вас есть два металла, А и Б, вы сделали раствор, при достаточно высоких температурах с одинаковой вероятностью вы найдете атомы А и Б в выделенном узле решетки, а при низких температурах оказывается, что где-то выгоднее, где-то невыгоднее. Более понятный пример, более жизненный. Возьмите кусок, ну, подкову, магнит. Магнитит? Магнитит. Суньте в печь при 760, насколько я помню, 3 градусах Цельсия магнитить перестанет. То есть, будет все хуже, хуже магнитить, перестанет. То есть, произойдет, что это означает? Что у вас при низких температурах магнитные моменты выстраиваются в домены, а при высоких, или если вы возьмете молотком, трахните, то они все разупорядочиваются. То есть, они никуда не делись магнитные моменты атомов железа, они врожденные такие, но если они в среднем разупорядочились, то у вас и получится ноль. То есть, переход, что происходит? Происходит переход от того, что у нас не было некоторого качества, а потом появляется качество. Для сплава бинарного это качество, это разность вероятности сидеть на узле. Выше это ноль, а ниже появилось качество. Какие-то все более предпочтительные. Магнитный момент, там был ноль, а тут появился появился магнит. Сверхтекучесть, была вязкость, не стало вязкости. И вот сверхпроводимость хотелось бы тоже сюда приписать. Вот Ландау построил свою теорию фазовых переходов, но я не буду на ней останавливаться особенно, но он предложил, что есть некоторый термодинамический потенциал, который выше перехода имеет один минимум, а ниже точки перехода имеет три экстремума, два минимума, один максимум. То есть, вот этот минимум перерождается в максимум, а тут появляются два боковых минимума. И они-то и соответствуют состоянию с пониженной симметрией. То есть, наличие магнитного момента уже крутить нельзя во всем пространстве, только вокруг него, чтобы ничего не изменить. Вот, он построил такую теорию и получил Нобелевскую премию в 62-м году, он в частности за эту теорию, но тем не менее объяснить сверхпроводимость он тогда не смог из этого. он построил. теорию сверхтекучести, вот это я вам рассказал немножко, а теорию сверхпроводимости вот так вот он объяснить не смог. В 1950-м году вот как раз в этом институте работает Виталий Лазаревич Гинсбург, нобелевский лауреат 2003-го года, и вот в 1940-м году вполне возможно, что здесь, где мы с вами сидим, я точно не знаю, где это произошло географически, но Гинсбург вместе с Ландау решили применить теорию фазовых переходов, которую предложил Ландау вот второго рода, применить к сверхпроводимости. То есть они почувствовали, что сверхпроводимость, вот переход между нормальным состоянием и сверхпроводящим, это тоже переход второго рода. Только посмотрите, вот я вам объяснил, какой параметр, то есть по идее Ландау, что меняется, вот что меняется между, вот фазовый переход первого рода, кто может мне привести пример? Водолет. Что меняется? Дальний порядок, совершенно верно, ну вы хорошо подготовлены, так сказать. Дальний порядок, а в воде нет, а тут такого нету. А что же тут меняется? Тут меняется симметрия, то есть тут имеется каждый раз некоторый параметр порядка. И вот какой параметр порядка для бинарных растворов мы поняли, это разность вероятностей. Для магнетик, парамагнетик мы поняли, это магнитный момент. Для сверхтекучести мы тоже понимаем, почему, потому что там же живут бозоны, они выпали в основное состояние. это квантовая система, у нее есть волновая функция, как говорят в квантовой механике, которая описывает состояние. Ниже точки перехода есть, выше не было. Тоже у нас, значит, есть комплексный параметр порядка. Но что ввести, как параметр порядка для сверхпроводника, если у нас нет бозонов-то пока? И вот Гинсбург и Ландау предлагают ввести, Гинсбург называл это Пси-теория сверхпроводимости. Почему Пси? Они сказали, есть некоторая волновая функция, ну как в гелии, но мы не знаем, что она означает. Есть некоторая волновая функция, давайте напишем для нее уравнение. И вот они предложили совершенно замечательную идею, они улучшили, они расширили теорию фазовых переходов Ландау, которую он написал для однородной системы, а для однородной ведьмы есть. Что мы хотим, собственно? Что значит построить теорию? Построить теорию означает сформулировать модель, а далее суметь написать такие уравнения, решая которые, я сумею описать основные наблюдаемые экспериментально свойства. Согласны? Какие у нас свойства? Во-первых, я должен объяснить, почему проводимость бесконечная, почему сопротивление ноль. Во-вторых, я должен объяснить эффект Мейснера. В-третьих, я должен объяснить промежуточное состояние, посчитать энергию между доменами и сверхпроводящими нормальными и много, критическое поле научиться вычислять. То есть, вот что накопили экспериментаторы к 50-му году, все хочется объяснить. И вот они строят свою теорию. Они говорят, что есть некоторая псифункция. Мы не понимаем, что это такое. Но мы считаем, что вот эта псифункция и есть параметр порядка. Понимаете? Вот именно эта псифункция, выше точки перехода, ее нету, а ниже она есть. И мы напишем на нее теорию фазовых переходов в Ландау. Как? Ну, мы напишем, как раньше делал Ландау, свободную энергию, которая характеризует мою систему, в виде разложения. Я считаю, что этот параметр пси около температуры перехода мал. Я разложусь по нему. Я скажу, что нечетных членов не бывает, а бывают только четные. Это он так делал для однородного случая. А тут я не могу предполагать однородный. Я же знаю, что ток течет только в шкурке, правильно? Значит, мне надо, чтобы этот параметр менялся в пространстве. Я скажу, очень хорошо, а я интеграл напишу. Я буду предполагать, что это пси зависит от координаты и напишу интеграл по всему объему. Вот так они и сделали. Короче, я не буду вдаваться в подробности, но их теория оказалась совершенно гениально интуитивной. Вы скажете, но Лондон же тоже писал такую теорию? Да не такую он писал теорию. Он сказал, что с потолка есть, она была полезна на тот момент, но он считал, что вот есть сверхпроводящие, то есть он сделал такую, понимаете, эклектику, он смешал вот две вещи, он не вник, они в смысле, братья, то есть это было хорошо на 35-й год, но тут уже через 15 лет было сделано гораздо больше. Я вам скажу, почему через несколько минут, почему эта теория такая замечательная. И вот они написали свободную энергию в виде некоторого интеграла от выражения, которое называется, ну вот для свободной энергии, в точке, проинтегрировано по объему образца. И сказали, что ПСИ, вот эта вот ПСИ-теория, параметр порядка, он зависит от ИКСа. А какой он? А кто-нибудь из вас знает? Ну уравнение Ньютона все знают присутствующее, правда? Ну а уравнение Ньютона откуда взялись-то? Опытным образом, правда? А уже лет через 50 или через 100, не помню точно, после Ньютона, вот тут есть студенты, они мне идут соврать, что механика была формализована и переписана в уровне Лагранжа. В уровне Лагранжа они просто по-другому говорят. Они говорят, что существует некоторая функция, которая называется действие. И вот частица живет таким образом, чтобы вот это действие на истинной траектории всегда было минимальным. То есть из всех возможностей. Есть способ такой, просто компьютера у меня было тогда. Есть способ такой универсальный. Можно писать уравнение Ньютона и решать дифференциальное уравнение, а можно сказать, у меня есть компьютер умный. Я, значит, вот ему напишу вот такое действие, функцию. Пусть он берет любую траекторию, подставляет в ее это действие и говорит мне, сколько получилось. Вот там, где получится меньше всего, это и есть истинная траектория. Другое дело, что мне придется миллион траекторий перебрать. Но компьютер это умеет делать. Так вот, точно так же поступили Гинсбург и Ландау. Они сказали, что есть некий функционал, мы его сегодня называем функционалом Гинсбурга-Ландау. Это действие, которое в механике, допустим. И вот перебирайте любые комбинации, профили этого пси-порядка. И вот тот, который минимизирует мне, это и есть истинное распределение. А что оно означает, я не знаю. Они написали, кроме того, их теория должна была удовлетворять определенным свойством преобразований от одной системы к другим, преобразованием Лоренса, так сказать. Потому что электродинамика тут замешивается. Поэтому вы не можете проигнорировать, что у вас есть магнитные поля. Поэтому они улучшили свою теорию по сравнению в Геймсбургах очень существенно. Они учли неоднородность, они учли протекание токов и наличие магнитных полей. Все это было включено сюда. Но у них компьютеров не было, да и потом они поумнее, чем компьютер, поэтому они просто сами взяли и вот этот свой функционал, страшный, это я не для того, чтобы вы понимали, а как графический материал, они из него проделали то, что я сказал, они его минимизировали и получили уравнение. Вот эти вот уравнения два называются уравнения Геймсбурга-Ландау и вот эти уравнения на псифункцию без понимания, что такое псифункция позволили объяснить практически все явления, которые уже наблюдались. Без понимания, что такое псифункция, понимаете, как здорово. И вот такая теория была создана в 50-м году. 50-й год. До сих пор все верят, что сверхпроводимость это чисто электронное явление, мы просто не умеем их вместе поместить, но, тем не менее, это явление электронное. Вдруг экспериментаторы берут ртуть и берут разные изотопы, 202, ядерный вес, 200, 200, запятая 6, 199, то есть разное содержание нейтронов в ядрах, и они вдруг видят, что критическая температура вот этих разных сверхпроводников разная, пусть чуть-чуть, но разная. Подождите, а что же это означает? Это означает, что у нас не чисто электронное явление. Это означает, что как-то электроны что-то знают о решетке, понимаете? И не из-за рассеяния просто. Они знают о том, какое массовое число у ядра ртути. это так называемый изотопический эффект. И вот этот эффект оказался чрезвычайно важным. Почему? Потому что он нам объяснил, что если мы хотим построить теорию сверхпроводимости, мы не можем думать об этом явлении как чисто электронным. Надо думать о решетке. И вот в том же 1950 году Фрёлих а одновременно с ним независимо Бардин предлагают следующее дело. Следующее предложение у них имеется. То есть помните, что у нас уже кулон экранированный, что у нас электроны друг друга не любят, но спины мы им примирили поставив так, то есть это уже на лавочке садится два человека по-разному, но главное, что мы им задавили дальнодействующее кулоновское отталкивание. Правильно? Они отталкиваются, но на расстояниях отомных более-менее, но сильно. Но как же их слепить? Какую силу? А я вам скажу, возьмите резиновый коврик толстый, нарисуйте на нём систему координат, если хотите. Но это известное объяснение, как масса пространства уродует. Правда? Потому что квадратчики растянутся. Давайте наплюем, нам это не надо. Я вам предлагаю так, положите два тяжёлых шара стальных. Если они далеко лежат, они промнут под собой коврик и будут так лежать. А если близко, они себе выроют общую лунку и свалятся. Правильно? То есть, означает, что из-за свойств окружающей среды коврика они могут притянуться. Так вот, оказывается, представьте себе, у вас есть решётка. Решётка колеблется из-за температуры, по ней бегают звуковые волны. Представьте себе, что тут, я очень грубо говорю, есть один электрон, и он попал в фазу, его решётка подтолкнула налево, ну для меня направо. А другой электрон попал в противофазу, и его она подтолкнула сюда. Поэтому, два этих электрона как будто бы эффективно притянулись. На самом деле, ничего не притянулись, их решётка подтолкнула. Электрон-фанонное взаимодействие. Взаимодействие электрона с решёткой может привести к тому, при определённых условиях, что они чуть-чуть подтянутся. И вот эффективное взаимодействие, ну вот это вот явление, что решётка может, то есть два электрона, обмениваясь квантом колебания по решётке, могут притянуться, вот это было обнаружено Бардином и Фрёлихом в 50-м году. То есть уже показалось, что можно, уже появилась надежда слепить композ бозонс, то есть составные бозоны. А в это время другой советский учёный, это Алексей Алексеевич Абрикосов, мой учитель, вот он изучал работу Гинсбурга и Ландау. У Гинсбурга и Ландау в их теории был такой параметр, который характеризовал отношение глубины, на которую проникает магнитное поле к значит к чему же лямбда к дельте Акси. Значит он характеризовал некоторые, ну мы теперь знаем, что характерный размер купровской пары. Ну был такой параметр, не было понятно, что он означает. Был такой параметр. Так вот, для того, чтобы теория Гинсбурга-Ландау работала хорошо, объясняла нам свойства всякие, а именно эффект Майснера и тому подобное, нужно было, чтобы этот параметр был меньше единицы на корень из двух. А Абрикосов себя спросил. Да, и они сказали, если не единица на корень из двух, не физично, потому что он-то, никто его не ограничивал, они сами так сказали. А он говорит, а что же будет, если все-таки он единица на корень из двух больше будет. Ну и он сделал совершенно замечательную работку. Он нашел новые решения, вот эти уравнения, которые он показывал, страшные. Он нашел их решения. Какие решения мы ищем? Мы хотим, чтобы это Пси, которая характеризует что-то сверхпроводящее, ну убывало там, естественно, в вакууме это ноль, правильно. Но во всяком случае, это были решения какие-то конечные. Абрикосов сказал, а я буду искать решения периодически, то есть которые как-то меняются. И он нашел совершенно новый сценарий сверхпроводимости. Он говорит, а почему вы обязательно хотите выталкивать магнитное поле из сверхпроводника? Вы говорите, как почему? Потому что не хотим, чтобы по нему большие токи ходили, ЭДСа не хотим. тока бесконечного. Он говорит, а давайте сделаем так. Давайте будем пропускать магнитное поле в виде таких нитей, вихрей. То есть пусть фаза становится нормальная, а вокруг будут течь токи вокруг каждого. То есть влезло магнитное поле по цилиндру такому, разломало там все к чертой матери, получился такой стержень нормальный. А мы по его периферии пустим токи микроскопические. И объем об этом уже ничего не узнает. Имеем право. Ну почему нет? Пока бесплатно. И вот он говорит, чем сильнее поль, то есть сначала сверхпроводник выталкивает из себя поле. Потом сил у него нет, но он пропускает в себя его вот такими вихрями. Сначала один вихрь, два, десять. Вот когда этих вихрей станет так много, что они не начнут давиться между собой, вот тогда-то сверхпроводимость и кончится. Это так называемые сверхпроводники второго рода. И вот Добрикосова может такое наблюдали, но не понимали. А он объяснил, но главное, вот поймите, как замечательно. Он решил это, решил уравнение в три тета-функциях. Сложное решение нашел. Очень сложное. А какие из этого практически? Он сказал, хотите иметь хорошие сверхпроводники? Берите чистые и пачкайте их. Пачкайте, обстреливайте тяжелыми там ядрами. Вводите примеси. Больше примесей, лучше будет. ТЦ он не умеет повышать. А вот критические поля повысил в тысячи раз. И уже до высокотемпературных сверхпроводников появились в Курчатовском институте и так далее у нас были соединения там в 73-75 году какой-нибудь необий-три селен, у которых магнитные поля там, я не помню, со свинцом соединения были, у которых магнитные поля были астрономические, 60 Тесла. То есть вы уже все-таки охлаждая жидким гелием, это заплатите. Но по этим проводам можно было пускать огромные токи и создать огромные магнитные поля, исследовать термоядерный процесс и так далее. То есть держать магнитные ловушки, чтобы не подпускать к стенкам. Почему я говорю про Курчатовский институт? Вот это было сделано Абрикосовым, он за это получил Нобелевскую премию в 2003 году вместе с Гинсбургом. А потом он имел Ленинскую премию, теория ГЛАГ. В общем, это было великое открытие достаточно. Но пока, как вы понимаете, он предложил новый сценарий сверхпроводимости и сказал, что не ищите в чистых сплавах. Но пока, как вы понимаете, нету теории сверхпроводимости. Все равно это феноменология. Все равно это уравнение Гинсбурга-Ландау без понимания, что такое псифункция. Вот, пожалуйста, подтверждение о том, что вихрь Абрикосова существует. Вот через 10 лет после публикации его работы взяли сверхпроводник, насыпали туда ферромагнитного порошка, включили магнитное поле и увидели, что эти магнитные частицы собираются там, где выходит поле. То есть действительно сверхпроводник пронизывается нитями. Это был первый эксперимент. А вот, пожалуйста, магнитооптические изображения. А вот, пожалуйста, сканирующий сверхпроводящий микроскоп меряет, как магнитное поле выпирает из него. Это все эксперименты. Очень хорошо. И вот 1957 год. Микроскопическая теория сверхпроводимости Бардин и Купер и Шрифер. Они получили за нее Нобелевскую премию в 1972 году. Что же они сказали? Ну я вас уже почти подвел к этому. В действительности вы поняли. Есть ослабленное кулоновское отталкивание, экранированное, и есть электрон-фанонное предложение. Даже слабый кулон всегда сильнее фанонов. Но фаноны действуют долго, а кулон быстро. Поэтому в среднем, в зависимости от того, что в этом металле сильнее, кулон или притяжение обменом фанона по решетке, у вас какие-то металлы будут сверхпроводниками, а какие-то не будут. Вот, что они сказали. А как же это происходит теперь? Если они говорят, вот возьмем апельсин, вот электроны живут в таком апельсине, это, так сказать, фермиевская сфера. И вот кожица апельсина, немножко совсем, потому что энергия там огромная, а вот кожица апельсина, там электроны, вот в этой кожице, у них фанонной энергии хватает на то, чтобы их притягивать. Но кого? Только электрон, который находится на противоположных частях апельсина, на разных полюсах. Потому что, понимаете, в чем дело. Посмотрите. Вы же видели, что в гелии происходит. В гелии, пока у меня скорости маленькие есть вертикут, на больших рвется. Токи идут, пока маленькие токи идут, большие рвут. Почему? Потому что, смотрите, электроны носятся в металле с сумасшедшими скоростями. Одну сотую скорости света. Представляете себе? При абсолютном нуле температур. Но если я возьму один электрон туда, другой сюда, то у них центр масс не движется почти. И они будут двигаться. Мне наплевать, что они вот так вот разлетаются. В действительности центр масс их не движется. И я могу снова-таки удовлетворить критерию сверхтекучести Ландау для вот таких составных бозонов. я их составлю за счет электрон-фаномного взаимодействия. Ну а дальше вот Бардин, Купер и Шрифер написали свою теорию. Они показали, что при температуре, вот если есть такое притяжение в системе вот таких невзаимодействующих электронов плюс электрон-фаномное, ну эффективное взаимодействие, взаимодействие приводит к тому, что у вас перестраивается спектр. То есть у вас возбуждение появляется у них спектр в отличие от фермионов. А спектр характерен для бозонов. И тогда мы вернули в сверхтекучести. И тогда мы понимаем, что такое псифункция Гинсбурга-Ландау. Это волновая функция конденсата вот таких куперовских пар. То есть вот Купер придумал как сделать такие пары. Они написали теорию всего этого на свете и получили микроскопическую теорию сверхправдимости, которую я более-менее описал вам. Но слишком грубо думать, что вот действительно два электрона. На самом деле это явление коллективное. Вот сам Шрифер рассказывал так. Представьте себе бал 19 века. Приходит кавалер с дамой, они танцуют танго, вальс, но все время вместе. Это планетарная система. А представьте себе современную дискотеку. Приходит парень с девушкой, они танцуют, может быть, разделенные на 20 человек, но пришли и уходят вместе. Вот у них есть память того, вот с электронами это примерно так, понимаете, то есть это есть какая-то дальняя такая корреляция, это не есть прямая связь, это есть некая корреляция. То есть это явление, которое характерно для большого числа частиц. Поэтому спариваются не сами электроны, спариваются возбуждения в этой системе низкоэнергетические. теория была построена, а затем Лев Петрович Горьков, советский ученый, академик, он эту теорию переписал в такой современной науке в диаграммах Феймана, получил уравнение сверхпроводимости очень элегантное, а далее он просто взял и показал, что вблизи ТЦ эти уравнения соответствуют уравнениям Гинсбурга-Ландау. Но в теории Гинсбурга-Ландау от руки Гинсбурга-Ландау написали параметры А, Б, С. Много феноменологических теорий есть, а Гинсбурга-Ландау самое лучшее. Почему? Потому что для А, Б и С благодаря Горькову мы знаем точные микроскопические значения, понимаете, через плотность электронов и так далее. И вместо того, чтобы решать вот эти сумасшедшие сложные уравнения, до сих пор через 70 лет после открытия Гинсбурга-Ландау часто мы пишем уравнения Гинсбурга-Ландау и решаем их вместо того, чтобы решать сложные уравнения теории БКШ. То есть теория, мне особенно приятно об этом говорить в этом институте, потому что Виталий Лазаревич еще жив, ему 90 лет, так сказать, и он в этом институте вот здесь вот, но я не знаю, сколько, 60 лет, был его семинар по средам. Понимаете? И я на нем когда-то выступал и присутствовал много раз, так что мы находимся в историческом месте, говорить сейчас здесь. Вот вам Гинсбург. Где у нас Гинсбург? Вот. Хорошо. Значит, вот такая, ну и после этого, казалось бы, что все разобрались. Одно дело, как ТЦ повысить? И вот это никто вам ответить не мог. И тут начались в поисках высоких критических параметров. Я сказал, что благодаря абрикосову был дан конкретный рецепт, как повысить ХЦ2, критическое поле. Для этого я сказал, впускайте вихри и ищите материалы, в которых просто пачкая их, забивая больше и больше примесей, повысить критическое поле. Это сумели повысить, а ТЦ нет. И вот тогда были предложены самые разные, то есть благодаря кому происходит сверхпроводимость. Фаноны, правильно? Они у нас кулон подавляют. Но было показано, что электронные фенонные механизмы, как мы верили тогда, больше 40 градусов ТЦ дать не могут. В 73-м году нашли не обе и три Германии с 23-мя. Хотя бы 40, тогда бы на азоте, было бы на водороде можно жить, а не на гелии. Но этого не было. Чего только не искали. Сам Гинсбург предложил искать в двумерных сэндвичах. Литтл предложил, то есть идея была такая, подменить фанонное притяжение чем-нибудь другим. Например, чтобы у вас была одномерная цепочка с такими органика какая-нибудь, с такими побочными фиговинами, в которых бы медленно все происходило, и поэтому было бы замедленное притяжение за счет поляризации, которое бы мне подавило кулон. Ничего не получалось. По дороге нашли много хорошего. Нашли органические металлы. Нашли органические сверхпроводники, но ТЦ всегда не больше 10. И вот в 83-м даже, наверное, в 70-е годы я пропущу эффект Джессона, у меня нет, к сожалению, времени на это рассказать. Слабая сверхпроводимость тоже очень интересная вещь. Но в 1970-е годы, когда исследуют, то есть люди поняли, что чем хуже, я уже говорил, что чем лучше металл, тем меньше вероятность, что он сверхпроводит. А чем хуже, тем лучше. И вот нашли какую-то дрянную керамику свинцовую, которая вообще-то не была металлом нормальным. А тем не менее ТЦ у него было больше 10 градусов. И вот эти люди, а именно Алекс Мюллер и Гжегош Педнорц, швейцарцы, но он польского происхождения, они перебрались, они, начиная с 83-го года, перебирали разные керамики. То есть смотрите, какая логика генезис развития. Начали с чистых, высокие магнитные поля получили в сплавах грязных, а тут вообще ушли в глину, стали керамиками заниматься. И вдруг они получили в соединении, в котором был лантан, барий, медь и кислород, они сумели получить температуру 35 градусов. вот они в Лабаку, в Лабакуре получили. А дальше, я помню это время, вот ко мне только что меня молодой человек спрашивал, а как ИПКО сделать конкретно руками, я не знаю, но я помню, когда, ну тогда еще никто не ездил за границу, кроме больших начальников наших, вот Абрикосов вернулся из Интерлакена, из Швейцарии и рассказал, нам рассказал про то, что появилась новая керамика Итриевая. Температура была 35, а через два месяца кто-то додумался сунуть под давление и получили 53. И вот у нас на кафедре Абрикосов говорит, ну все понятно, это же давление приводит к повышению критической температуры, значит надо подменить давление химическим давлением, то есть вместо лантана взять близкое по таблице Менделеева близкий элемент с теми же свойствами в той же колонке, но поменьше радиусом, это Итрий. И через пару недель мы узнаем, что Чу создал новое соединение, вот это поль Чу, а именно очень известное сегодня соединение Итри-Барий-Купрум-О или ИПК с критической температурой 93 градуса. Все, был перейден, сверхпроводимость может быть коммерческой, промышленной. Перешли азотный предел 77 градусов, азот не стоит ничего, сколько хотите, только электричество, чтобы его сжижить, больше ничего. Ну вот, а какая-то про, а контра то, что плохие это соединения, то есть сегодня у нас есть соединения 165 градусов, это ртутные соединения под давлением, но без давления 140, которые не яйдовитые, то есть без талии, это и без ртути, это 120 висмутовые соединения, с ними делают провода, я вам сейчас покажу, что с ними делают, но 22 года это челлендж, это вызов теоретикам понять, что же это за сверхпроводимость. Есть 20 теорий, может быть 30, а одной нету. Мы не понимаем, что это за сверхпроводимость. То есть вот фазовая диаграмма выглядит так, смотрите, вот эта температура, а это концентрация дырок в этих соединениях. Вот типично устроен так, когда этих дырок мало, то есть соединения практически стихиометрические, то это антиферромагнетик, никакой сверхпроводимости. Когда вы увеличите, в некий момент появляется сверхпроводимость, температура растет до оптимальной, а потом падает. Вот тут более-менее хороший металл, а тут странный металл, тут вообще творится черти что. То есть это изолятор, но имеются многие признаки сверхпроводимости, без сверхпроводимости. То есть некоторые свойства есть, а сверхпроводимости нету. Понимаете? Туннельные характеристики, ядерно-магнитный резонанс и так далее, многие показывают, что это как бы сверхпроводник, но он не сверхпроводник. И вот объяснить все этого мы не умеем. То есть есть разные теории, мы можем один кусочек объяснить, другой кусочек объяснить, но построить теорию, чтобы всю эту диаграмму объяснить, мы не сумели. И сейчас извините, но имеется определенная стагнация. Люди устали. То есть сначала все бросились в эту сверхпроводимость, а когда 20 лет исследуешь, ничего не получается, то имеется некое разочарование. Но тем не менее, смотрите, вот в начале 21 века был обнаружен некий совершенно странный сверхпроводник, страшно простой, Магний Бор-2, с критической температурой 40 градусов. Вы сейчас скажете, что такое 140 градусов? Вы только что говорили про 165. А я вам скажу. 40 градусов, да 25 лет бы назад до потолка прыгали. Но и сегодня радостно. Почему? Потому что он работает уже. Вы можете взять тот же гелий в замкнутом цикле, только в парах работать. И ядерный магнитный резонанс можно в клиниках, уже не в огромных таких штуковинах делать, а просто в каждую клинику привезти автономные приборы. Он будет 5 лет работать, не нужно покупать гелий, подвозить и так далее. То есть это вещи уже практически. Пожалуйста, это Маглев. Вот это поезд, который работает на высокотемпературных сверхпроводниках, делаются магниты, сверхпроводящие. И он двигается со скоростью около 600 км в час. Видите, какой он формы. Вот, пожалуйста, про ускоритель в Церне. Все знают, да? Сейчас он поломался. Так вот, там, вот это вот медные, это магнитные резонаторы, которые ускоряют, то есть переменное магнитное поле, чтобы ускорять в фазе, двигать, разгонять частицы, чтобы они столкнулись с огромной скоростью и породили потоки, которые мы будем изучать. Вот это вот медные. А вот сверхпроводящие, которые их заменяют. Есть разница? Ну и в размерах, и в качестве, в потерях. Вот. А вот как делаются провода. Я вам говорил, что эти сверхпроводники паршивые, то есть что они ломкие, хрупкие, нетехнологичные. Как делают? Берут этот порошок, засовывают в серебряную трубку, потом набирают из них целые такие пакеты, прокатывают, и получается сверхпроводящий кабель. То есть серебро или меч, то есть обложка, она берет на себя механические функции, а сверхпроводящие вот такие нехорошие соединения. Ну и вот моторы мощные делаются. Делаются, например, сверхпроводящие трансформаторы. Посмотрите, вот этот сверхпроводящий, а это обычный для железной дороги. То есть какая разница? Вот такие огромные магниты делаются. Вот видите, это сверхпроводящая обмотка. Вот научные и промышленные установки для ядерной магнитной релаксации. Вот это вот вы видите огромную промышленную установку, которая используется в фармакологии для изучения биомакромолекул, необходимых в фармакологии. Вот тут создаются новые лекарства. То есть вы можете получать картинку молекулы с помощью ядерного магнитного релаксации. Для этого нужны магниты мощные. Вот они тут. Ну и наконец, вот такой переносный магнит на магнийбор-2. делается, и можно просто точно узнавать, вот у человека болит нога. И там называлось раньше ИШС или еще как-нибудь. А в действительности в позвоночнике у него между позвонками диски, там грыжа. Вот раньше это, ну как это лечить, кто знает. Рентген этого не показывает. А ядерный магнитный резонанс, он прекрасно показывает, где это происходит. То есть вы получаете прямо на экране компьютера картинку. Вот. Так, ну наверное, да. Ну и последнее, это уже слабая сверхпроводимость, то, что я не успел сегодня рассказать. Это есть другое направление, тоже очень мощное. Это слаботочная сверхпроводимость, которая является эталоном напряжения, например, можно построить. Можно различать сигналы очень низких интенсивностей на больших расстояниях. И, например, ну вот, вы, может быть, читаете в газетах, что там идут битвы между разными фирмами, там, Мегафоном, там, МТС, я не знаю, Билайном по поводу частот, правильно? Потому что частоты, они стоят денег. То есть вот у каждого из нас есть сотовый телефон. У него есть своя частота. Поэтому диапазон нужно раздробить, правильно? Чем меньше раздробишь, тем больше клиентов. Так вот, с помощью сверхпроводящих фильтров на высокотемпературных сверхпроводниках дробить можно в 50 раз мельче, чем существующие полупроводниковые фильтры. Так вот, уже имеются, вы видите, антенны со сверхпроводящими повторителями. И вот такие есть применения. То есть их чрезвычайная чувствительность джозосоновских контактов к очень узкому точному значению частоты. То есть их можно отфильтровывать и делить. Ну вот, пожалуй, я вам обозрел, что произошло за 100 лет в сверхпроводимости. Это, конечно, как вы понимаете, исторически, то есть никакой физики я вам практически не рассказал. Я сделал такой исторический обзор. Но надеюсь, что у вас будет в голове некоторая картинка. Вот когда-то я говорил, что я был замглавный редактор журнала «Квант». Вот тут сидят люди, которые его читали и писали. Вот, привет. И поэтому мне не дадут соврать. Так вот, я когда-то редактировал статью Аркадия Бенедиктовича Мигдала, замечательного физика, который писал свою книжку в поисках истины. И там была глава, как создавалась квантовая теория. И он нам ее предложил для опробирования. Для наших читателей в кванте он предложил ее опубликовать. Ну, и я был тогда совсем молодой редактор. Я думал, что я лучше его знаю, как надо учить детей. Поэтому вот я к нему пришел. Я долго сидел над его рукописью, я ее подчеркал, много сделал предложений важных, пришел к нему. Ну, и он так одно за другим все выкинул мои предложения. А потом он мне объяснил. Он сказал, вы знаете, говорит Андрей, вот можно рисовать картину реалистическую, а можно картину рисовать как импрессионист. Вот есть художники-реалисты, есть художники-импрессионисты. Так вот он говорит, популяризатор должен быть импрессионистом. Врать не надо, никогда не надо говорить неправду. Но нужно нарисовать, набросать вот эту картину крупными мазками, для того, чтобы те, кто пришел тебя послушать, для себя решили, им это интересно или нет. И вот те, которые решат, что интересно, они потом придут учиться по-настоящему, и вот тогда они уже все узнают в деталях. Но за час нельзя рассказать все детали. Вот спасибо вам, что пришли, но кто сочтет, что это интересно, у вас есть возможность прийти узнавать детали. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ